Всем привет! Это подкаст «Научпост», совместный проект «Вечерней Москвы» и Ассоциации по популяризации и продвижению научных знаний «Сайенс Слэм Россия». Меня зовут Евгений Шматко, и в этой студии вместе с нашими экспертами мы стараемся разобраться в науке и технологиях, которые нас окружают, без скучных терминов, без пыльных фолиантов, в формате одного простого поста в социальные сети и, что важно, из первых уст. Философы сравнивают океан с человеком, потому что он точно так же волнуется, переживает и, конечно же, бушует. Эта непрерывная масса соленой воды, окружающей континенты и заполняющая крупные углубления в Земле, хранит в себе множество тайн и является основной частью гидросферы. Это, кстати, из школьного учебника географии. Если на главный вопрос «Кто проживает на дне океана?» вы находите что-то большее, чем губка-боб квадратные штаны, то наш сегодняшний эфир для вас. «Океан – это целая вселенная», считает наш сегодняшний гость. Океанолог, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Петра Шершова Российской Академии Наук Александр Осадчев. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Мы по традиции начинаем с трёх тезисов от вас для наших зрителей, которые мы вместе с ними сможем использовать и для красного словца, и в таком приятном разговоре, чтобы блеснуть эрудицией, ну и, конечно же, для себя, пополняя свою копилку знаний. Итак, первый тезис, который я хотел бы высказать, это то, что человечество на самом деле очень сильно тяготеет к океану. По оценке ООН, примерно половина населения Земли живёт на расстоянии меньше, чем 150 километров до океана. То есть люди и в древности, они селились вдоль морей, потому что это источник пищи и транспортных путей, и до сих пор большая часть людей живёт в непосредственной близости от океана. Интересная цифра, и они не боятся ведь того, что могут быть стихийные бедствия. Не боятся, да. Я думаю, что значительная часть живёт прям непосредственно на берегу, и они подвержены воздействию цунами, подвержены воздействию каких-то тропических штормов, выходящих из океана. И, конечно, мы это наблюдаем и в Северной Америке, и в Юго-Восточной Азии, в Восточной Азии. Но что делать? Океан, он, знаете, он притягивает и даёт большие бонусы жить на берегу океана до сих пор, и в древности, и в современности. Но об этом поговорим чуть позже. Второй тезис. Второй тезис – то, что океан – это некоторое такое место правового вакуума. В океане, в открытом океане, не действуют никакие законы. А в открытом океане вы, например, можете плавать с оружием, и вы можете, например, совершить какое-то преступление, и никто его не будет расследовать. Но большая часть преступлений, которые совершаются в океане, вне юрисдикции всех стран, это, конечно, преступления, связанные с выловом рыбы, с уничтожением каких-то краснокнижных животных, млекопитающих морских. И очень сложно это отследить, очень сложно кому-то что-то запретить делать в открытом океане. А если там произойдёт убийство, его просто никто не будет расследовать, потому что это не относится к юрисдикции ни одной из стран. Но есть какая-то специальная служба, которая за это отвечает и занимается этими делами или нет? Думаю, что нет. Вот по большому счёту нет. Хорошо. И следующий тезис от вас. Следующий тезис – то, что человечество, оно пытается заселить всё, и оно пыталось заселить и океан в том числе. И ещё в 60-70-е годы прошлого века советские океанологи проводили масштабную программу по, так сказать, по тестированию жизни на дне океана. Ну, на небольших, конечно, глубинах, в районе Геленджика, на Чёрном море. Была программа «Черномор», когда такой подводный дом размером примерно с железнодорожный вагон на протяжении 6 лет работал. Более 20 экипажей в этом подводном доме работало. Но потом они столкнулись, конечно, с очень серьёзными сложностями. И про это мы тоже расскажем. Давайте с этого и начнём. Вот это же очень интересно. Получается, что человечество действительно понимает, что земли маловато, территории маловато, и почему бы вдруг не поселиться на дне океана? Да, это же, казалось бы, такой естественный выход. Особенно если мы помним, что человечество живёт на берегу океана в огромном количестве. Почему бы не выйти на дно, особенно на мелководье? Насколько это реализуемая вообще история? Технически это вполне реализуемо. И можно поставить достаточно большие объекты, построить на дне океана, особенно на небольших глубинах, и как-то их снабжать. Главное снабжать электроэнергией, потому что электроэнергия, она, так сказать, можно и воздухом снабжать, а можно просто. Электроэнергия, она будет, так сказать, способствовать исполнению воздуха. Но проблема в том, что это очень дорого и сложно. Это нормально, когда у вас хорошая погода, но как только у вас в океане разыгрывается шторм, то у вас всё рвёт, всё ломает, всё обрывает. И вот эти вот ниточки кабелей электрических, которые связывают ваш подводный дом с землёй, потому что, конечно, вы энергогенерируете на земле, сразу уничтожаются. А вот проект «Черномор» закончился тем, что этот подводный дом во время сильного шторма просто выбросил на сушу. Представляете, вместе с подводниками, которые там были, в этом доме. То есть они были в моменте. Да, их удалось спасти, и они не погибли. Но это была очень опасная история, и, так скажем, потребовалось серьёзное медицинское вмешательство. И после этого люди перестали, скажем, конкретно в Советском Союзе на этом полигоне продолжать испытания, потому что внезапно пришёл шторм, и всё, и люди находятся в огромной опасности. Вообще, что такое море? Море – это огромная масса, на самом деле. Это вещество очень тяжёлое. Если вы себе представите, кубометр воды. Ну вот вы ванну набираете, там примерно кубометр воды. И это вес у неё тонна, однотонна в вашей ванне. А представляете, вот прибои, например, вы смотрите на побережье моря, такой слабенький прибой. Это же сколько тысяч тонн воды просто на ваших глазах немножко тут болтаются. А если это шторм, то эти огромные массы воды разрушат всё, что угодно на своём пути. То есть это какая-то должна быть сверхпрочная конструкция, чтобы она выдерживала эти условия, такие, скажем, суровые морские условия, которые приходят легко, быстро. Быстро в океане вообще меняется погода. Соответственно, именно поэтому люди не пошли вглубь океана. Каких-то больших плюсов, бонусов это не несёт в себе. То есть технически это возможно, можно попробовать, как на Эверест зайти. Можно зайти на Эверест, но жить, дом построить на Эвересте никто не будет это делать. По тем же причинам. Вас завалит снегом, снесёт ветром и так далее. Но откуда всё-таки у человечества такое желание обуздать эту самую стихию? Почему-то строят же какие-то укрепления на тех же берегах для того, чтобы как-то взять в границы вот эти самые моря и вот этот самый океан, чтобы он не захлестнул опять же береговую линию. Это борьба со стихией, понимаете? Но везде, конечно, есть экономическая подоплёка. Потому что прибрежные районы, они, как правило, очень хороши. Люди хотят жить у моря, люди хотят на него смотреть. И если вы, например, живёте в Петербурге или в Арабских Эмиратах, вы отвоёвываете у моря всё больше и больше земли, ну потому что земля дорогая, и как бы она до моря дошла, а дальше как? Дальше мы насыпем. Вот. Ресурсы морские, они по-прежнему, огромное количество людей просто в пищу употребляют морские ресурсы. Это огромный процент белка, который человечество усваивает, это белок морского происхождения. Соответственно, тяготение к морю, оно как исторические транспортные и пищевые функции, так и уже рекреационные функции. Уже функция такая, что приятно жить у моря, приятно жить у воды. Поэтому человек всё время борется с этой стихией. Море течёт, штормит, разбивает, размывает, а человек, наоборот, строит, 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 огораживает. То есть получается, что даже если мы с вами сейчас, находясь в Москве, не находимся в близости к морю, к океану, но мы всё равно являемся его потребителями, так или иначе? Безусловно, мы являемся его самыми непосредственными потребителями. И кроме каких-то ресурсов, которые мы пытаемся из океана добыть, как уже сейчас, так и в будущем, вот энергетика морская, это некоторая тоже такая идея будущего, человечеству нужна энергия, и вот эти вот тонны воды, которые там спокойно куда-то там переливаются и двигаются, вот их бы поставить на пользу нам, значит, из них бы генерировать энергию, но опять же это сталкивается с той же самой проблемой, что если вы построите электростанцию какую-то, приливную там или какую-то волновую, пока всё хорошо, погода хорошая, она работает нормально, а когда погода разбушевалась, ну, она может быть уничтожена, там, первым штормом, поэтому нужно её как-то сделать очень прочной, а это дорого делать прочной. И вот эти проблемы, конечно, существуют, и мы в будущем, я уверен, что человечество, оно, конечно, из моря будет черпать всё больше и больше энергии, оно как-то научится это всё ставить на свою пользу. Но ещё одна история – это погода. Вот погода, которую мы наблюдаем и в Москве, в том числе и в других городах нашей страны и мира, она очень зависит от моря. Вот тут давайте поподробнее, да, есть же такое стойкое утверждение о том, что сейчас у нас глобальное потепление, и океан, собственно, принимает на себя весь этот удар. И вот отсюда уже растут корни того, что мы видим, тех погодных явлений, собственно, с которыми мы уже непосредственно сталкиваемся. Да, совершенно верно. Вот на это всё надо смотреть на разных временных масштабах. Вот, скажем, временной масштаб предсказания погоды, который мы используем в повседневной жизни, это порядка одной-двух недель. Это состояние атмосферы, которое есть сейчас, оно в течение одной-двух недель помнит себя, оно как-то развивается, вот циклоны, антициклоны сформированы, они как-то двигаются, через две недели они рассасываются, формируются новые циклоны, и вот это уже за две недели предсказать то, что происходит, то, что будет у нас погода, практически невозможно. Люди до сих пор это не умеют делать. Так вот, атмосфера на коротких временных масштабах, на неделю, на две, определяет изменчивость погоды, а на более длинных временных масштабах уже сильно включается океан. И это месяцы, и это годы, и это десятилетия. Вот на этих временных масштабах действительно океан на себя принимает какой-то тепловой удар, и как-то его перераспределяет внутри себя. Океан как-то способствует поглощению или выбросу парниковых газов. И вот на масштабах, скажем, больше, чем несколько недель, ну вот океан уже правит бал, и поэтому его надо изучать, надо понимать, что он делает, как он меняется, как он вообще взаимодействует атмосферой. Как конкретно океан связан с глобальным потеплением? Это что, таят ледники и повышается уровень воды? Вот хороший вопрос. Повышается уровень воды, и действительно уровень воды повышается, это какие-то сантиметры, не знаю, это какие-то за столетия, это там порядка метра, но вклад в повышение уровня воды вносит два фактора. Первый фактор – это таяние ледников, действительно, там Антарктида и других ледников. Это просто добавочная вода, поэтому уровень стал выше. А второй вклад, примерно сопоставимый с первым вкладом, это просто тепловое расширение воды. Вот у нас океан нагрелся на сколько-то, на какие-то доли градуса, и он расширился. И вот это вот даёт такой же вклад, как таяние ледников. Соответственно, повышение уровня моря – это тоже следствие, в том числе, глобального потепления такого вот непосредственного. Или вот там глобальное потепление, скажем, за сто лет, сначала в индустриальной эпохе, температура повысилась порядка на один градус. По всей планете. Вроде бы это немного, да? Но вот кроме повышения температуры, значит, произошли изменения и других процессов, атмосферных в частности. И вот из океана больше испаряется влага. Соответственно, у нас больше осадков, больше ливней. Вот на Черноморском побережье, в Российском, в Крыму, в Краснодарском крае, в последние годы, десятилетия, увеличивается количество ливневых осадков. И это потому, что немножечко, немножечко нагрелся океан, а вот эта вода, она, как сказать, пошла в облака, выпала. И Сочи, там, например, город, который построили, но в низинах каких-то там, в речных долинах, где это было удобно делать, где было мало осадков, там мало поводков, или поводки не достигали, там, этих строений. Там, по состоянию 50 лет назад, сейчас достигают. Соответственно, вот надо как-то либо перестраивать, переносить дома, либо какие-то сооружения делать защитные для этого всего. То есть это прям вот немножко сдвинулось, но люди, они как-то, люди живут на пределе, на самом деле, всегда. Вот они хотят как бы максимально вот везде, значит, заселить всё, что удобно, всё, что хорошо. Ну, наверное, не просто хотят, они... И делают. Это необходимо, потому что уже просто другого места нет. Конечно, конечно. Они же не живут там на вечной мерзлоте, они живут в Сочи в большом количестве. И тут что-то поменялось? Немножко. Но вот как бы людей, это сразу на них это влияет. И поэтому это... Ну, это огромные средства. Это даже жизни, понимаете? Вот это вот опасности... А всегда это плохо? Вот всегда ли глобальное потепление и вот эта история, это плохо? Или есть какие-то позитивные всё равно тенденции? Есть, конечно, позитивные, если к ним уметь адаптироваться. Понимаете? Вот проблема в том, что люди адаптировались к существующим состояниям. Адаптировались очень хорошо. Вот где холодно, они делают то, что для холодного, значит, подходит. Где горячо, там где для горячего подходит. Где там много осадков, там они что-то одно выращивают, а где мало, что-то другое. И если им заранее знать, как всё поменяется, они, конечно, всё так нормально перестроят и только выиграют, и только улыбнутся все, да? Значит, ну, кроме каких-то там, понятно, драматических историй, типа там, не знаю, ураганов, которые всё разрушают и их нельзя на свою пользу использовать. Но это проблема, что вот там прогнозы до сих пор не очень хороши. Прогнозы, особенно там, порядка года и десятилетия не очень хороши. И работа океанологов, в том числе наша работа и моя работа, заключается в том, чтобы улучшать эти прогнозы, улучшать наше понимание того, что происходит в море, чтобы наша страна, в частности, и весь мир, тоже в целом адаптировался к климатическим изменениям. То есть вы такой гидрометцентр, но в масштабах океана. Да-да-да, гидрометцентр очень связан с океаном. Мы вот, так скажем, для гидрометцентра поставляем какие-то наши научные результаты, они их усваивают, свои модели, и потом делают прогнозы. Расскажите мне, в чём заключается вообще работа океанолога? Что вы конкретно делаете? Океанолог... Кроме увлечённости океаном. Да, океанологи, конечно, любят океан, они испытывают огромное удовольствие, когда они общаются с океаном, его изучают. Океанологи бывают разные. Океанологи бывают физики моря, это я, в том числе физик моря, это то, как течёт вода в океане, бреливы, волны, цунами, там и так далее, течение, водные массы. Второе, океанологи, это биологи, это люди, которые изучают, кто там живёт, и киты-дельфины, и на дне какие-нибудь там моллюски, и морские растения, и водоросли, и планктон, мельчайшие существа, которые в толще воды плавают. Кроме того, это морские геологи, это третий такой большой кит океанологии. Это что у нас в морском дне, как оно двигается, как оно формируется, как там полезные ископаемые какие-то находятся в морском дне. Ну вот. Они с вами связаны, я так понимаю, геологи с физиками. Да, все мы связаны очень сильно, потому что океан изучать сложно, океан изучать дорого, океан, вот проблема океана, что он непрозрачный, да, вот как бы землю изучать легко, потому что мы запустили спутники, и всё, мы всё видим на самом деле. Мы в любое место можем посмотреть, какие-то там лучи направить, что-то оценить, а в океане только поверхность океана. Мы действительно со спутников видим хорошо, там ежедневном каком-то, еженедельном режиме, а что там в глубине, ну, мало изучено. А ещё проблема океана, что он плохо пропускает сигналы, вот вода плохо пропускает сигналы, можно было бы какую-нибудь штуку запустить, она бы плавала, вокруг себя мерила, и сигналы передавала. Типа эхолота, да, такого рыбацкого? Да, 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 ну, что-то солёность бы мерила, температура, содержание планктона, что угодно. Но, к сожалению, вот в океане очень плохо распространяются сигналы, и так, чтобы послать из толщи океана, там, не знаю, на берег, или в Москву, или в космос на спутник сигнал, ну, такое, ну, практически невозможно. Это требует огромной энергии, значит, это требует каких-то огромных аккумуляторов, которые там вместе плавали, ну, что рентабельно невозможно. Возможности нет. А как тогда изучать? Надо прийти и измерять. То есть, вы приходите в море на судне, это очень дорого, и вы там проводите измерения, такое, от поверхности до дна опускаете приборы, потом в новую точку приходите, опускаете приборы, и вы там все вместе, биологи, химики, геологи, вы как-то вот все вместе, здесь и сейчас, пытаетесь понять, что же происходит. океанология по-прежнему, вот, она находится в формате естествознания, когда науки ещё не до конца разделились, и друг с другом переплетены. И это, на самом деле, вот, конечно, придумали, как вот эти штуки, которые плавают в океане, значит, придумали штуки, которые плавают, измеряют, но они всплывают, да, они всплывают, посылают сигнал на спутник, всё, что они намерили, и уже от спутника, значит, через атмосферу там мы легко сигналы посылаем, вот, и от спутника, конечно, мы их принимаем. Ну, вообще, конечно, это, я думаю, так вот, философски, это связано с тем, что человек сформировался на земле, на суше, поэтому, как бы, если бы он сформировался в море, там, там, цивилизация из осьминогов какая-то образовалась, они бы, конечно, океан бы хорошо изучили, и сигналы бы они знали, какие там хорошо распространяются, и вот это всё было бы, конечно, совсем по-другому, но мы, конечно, ориентированы на сушу, как биологический вид. То есть получается, что у вас такая экспедиция, грубо говоря, вы на судне пришли в какую-то точку, сделали нужные замеры, и потом уже анализируете эти данные. Совершенно верно. Или у вас что-то типа батискафа, вы спустились там на глубину, или это больше к биологам? Это вообще, в определённом смысле, как подводные дома, осталось немножко в прошлом, потому что это... Где-то в эпоху Жака Кусто. Да, вот был период, когда человек, вот там, технический прогресс, мы полетели в космос, мы там сделали то и это, и мы поднялись на Эверест, там, в 20 веке, и мы опустились на дно, там, Марианской впадины, и вообще на дно моря. Но оказалось, что это не супернужно, именно человеку там присутствовать. Какие-то открытия были сделаны, какие-то результаты были получены, но гораздо проще опустить туда беспилотник, потому что человека туда опускать очень дорого и очень опасно. Если вас хоть что-нибудь откажет, вы не всплывёте, вы даже себя, знаете, вы даже себя открыть не сможете изнутри. То есть там, эти батискафы, батискафы их снаружи закручивают болтами и опускают, и там откажется электричество, система подачи воздуха, да там система всплытия, да что угодно. Вы как бы ляжете на дно, вы же не вверх, поднимете, а вниз, и всё. И никто вас не спасёт. Очень дорого, очень тяжело, очень это не массово, да, если бы это делали, как автомобили, там, тысячами, миллионами, то, конечно, пятискафы бы у нас плавали там везде, но их единицы. Поэтому сейчас беспилотники плавают и что-то смотрят, а люди уже опускаются только в туристических целях, мне кажется, и за большие деньги. Ну, то есть это же должно быть такой особенный уровень, я не знаю, какого-то экстремального состояния, что ли, ты должен быть готов к тому, что может что-то пойти не так. Это как с космосом, да, получается, по факту? Да. Вот ты должен быть готов, что если что-то пойдёт не так, то всё, ты там и останешься, собственно, где-то в атмосфере. Примерно так. Ну, вы знаете, есть же люди, огромное количество людей, которые покоряют Эверест, например, или другие горные вершины, альпинисты, а там же они в большом количестве умирают. Да, это, ну, там какой-то серьёзный процент по-прежнему людей, умирающих при восхождении на Эверест, там, по-моему, 10% или что-то такое. То есть это как бы не... Ну, тем не менее, там огромное количество людей хочет в этом участвовать. И также с одном все думают, что, ну, со мной-то ничего не случится, со мной-то как-то пронесёт мой ангел-хранитель там меня. Но при этом океан всё равно становится такой, да, площадкой для новых открытий и новых исследований, потому что, ну, не хочется учёным сидеть на месте, хочется всё-таки осваивать эту территорию. Безусловно. Открываются новые виды в океане, открываются новые, я не знаю, там, вещества химические, антибиотики, которые выделяются, которые там лечат какие-то, значит, болезни в океане из морских существ. Были такие вот открытия, что стали смотреть, а живёт ли кто-то в морском дне. И стали, значит, выделять элементы живого из морского дна, и оказалось, что там... То есть внутри дна... Внутри дна... Рельефа. Да. Живут там тоже какие-то микроорганизмы, какие-то вирусы, какие-то существа, и у них довольно весомая биомасса. Там на глубине, там, по-моему, десятка метров в морском дне живут какие-то существа. Тоже с особенными свойствами, не похожими на свойства существ, которые живут там в воде или, например, в атмосфере. Вот. В океане открыли явление хемосинтеза, такое, без присутствия кислорода. Сейчас я это объясню. Вот когда у нас планета ещё была без кислорода, да, были, тем не менее, живые существа, которые использовали энергию химических каких-то реакций, чтобы, ну, там, строить свои тела и так далее в отсутствие кислорода. Потом они уже сформировали, значит, они надышали, так сказать. Ну, они, наверное, в океане были, они из океана надышали, сформировался кислородный слой, который уже защищает от солнечных лучей, губительных, значит, землю, и они выползли на сушу. Насколько я помню, я не биолог, могу немножко ошибаться, но примерно схема такая. И нашли такие организмы, которые, значит, практикуют хемосинтез, которые на нём живут. На дне океана есть разломы в земной коре, откуда, ну, как вулканы, там какие-то чёрные курильщики, ну, под сотни градусов вырываются всякие газы, флюиды, химические реакции там очень активные, и там в них живут, вот в этих сотнях градусов живут какие-то микроорганизмы, которые, как вот там, какие-то миллионы лет назад, которые соформировали нашу атмосферу, вот они там остались, ну, какие-то в этом стиле, понимаете. Это просто вот, как бы, ну, другой вид. Это звучит фантастически. Да, как из космоса, вот мы взяли, но только это с одного моря. Соответственно, море, конечно, ну, это терра инкогнито, вот для человека. Понятно, что в космос летать, ну, мы, наверное, достигли своего предела в полетах в космос, каких-то таких вот разумных. Понятно, что там на Марс полететь, ну, практически невозможно, там из-за солнечной радиации просто все умрут по пути. Да и никто и не готов там лететь без обратного пилета. Но марсианская миссия сейчас активно пытается, да, колонизировать Марс. Ну, колонизация Марса, там проблема с солнечной радиацией, что как с ней бороться, то есть она просто уничтожит всё живое по пути туда. Вот. А океан можно изучать тяжело, там сложно, дорого, но тем не менее можно. И там можно сделать шаг вперёд в каком-то познании. Поскольку вы занимаетесь прогнозами, как вам кажется, займёт ли океан место космоса в какой-то момент? Ну, то есть в какой-то момент космос стал вот таким трендом, да, для изучения. Все стали понимать, что ты вкладываешь в это ресурсы, ты вкладываешь в это время, но ты при этом, да, как раз-таки осваиваешь, условно говоря, и там оттуда потом привозишь новые изобретения и прочее. Случится ли то же самое с океаном или нет? Я надеюсь, что в океане выстрелят некоторые такие важные для человека вещи, как энергетика, про которую я говорил, и как, так скажем, осваивание биологических ресурсов на новом уровне. Вот у нас есть поля, которые мы удобряем, да, вот мы как бы изначально человечество просто с поля что-то собирало, там, не знаю, рвало яблоки там дикие и так далее, а потом оно стало культивировать, удобрять поля, новые выводить там сорта и так далее. И вот как бы на Земле эта вот агротехника, она агро, вся эта история очень развилась, а в океане она до сих пор не развилась по тем же самым причинам, что и энергетика. Океан течёт, вы там насыпали удобрения в одно место, их унесло в другое место. Океан тоже можно удобрять, там тоже есть, значит, свои какие-то процессы, на которые можно повлиять химическими веществами, чтобы сделать океан более продуктивным. Выращивать планктон? Выращивать планктон, да, его будет есть другой планктон, их будет есть рыба, и у вас будут рыбные места, да, более рыбные места. И это всё, вот эта агрокультура морская, она находится в совершенно зачаточном состоянии. И, конечно, человечество, оно рано или поздно столкнётся с проблемами нехватки пищи так по-настоящему, всё-таки пока она не столкнулась с этой проблемой. А вот когда там... Ну что, мы не перейдём на синтетическое питание, думаете? Ну вот это же дорого, проще вырастить в океане в том числе, и энергию оттуда взять. Я думаю, что в этом плане океан, конечно, станет новым космосом. Он никогда не станет, наверное, новым космосом в том плане, что космос — это для человека совсем какая-то мистическая история. И океан, вот он, мы приехали к нему, вот он здесь, я в нём купаюсь. А космос — невозможно попасть. Или, возможно, очень дорого. Это для единицы. Конечно, космос, он будоражит воображение совсем по-другому, чем океан. Но океан, я думаю, что он скажет свою роль. Скажет свое слово. Для многих даже на океан попасть дорого. Чего уж там? Чуть дешевле, чем в космос, но в общей массе как бы всё равно довольно дорого. Мы с вами подходим к нашей рубрике научно-популярных новостей. Я всегда прошу наших экспертов с всего научного бэкграунда оценить ту новость, которую сегодня публикуют в каком бы то ни было информационном издании, для того, чтобы нам со зрителями было проще понимать и вообще ориентироваться в этой повестке и правильно, в принципе, читать научные новости. Вот что я для вас подобрал. В США сообщили об очередном массовом обесцвечивании кораллов. По мере того, как океаны продолжают теплеть, обесцвечивание кораллов становится всё более частым и серьёзным явлением. С февраля 23-го года по апрель 24-го года значительное обесцвечивание кораллов наблюдалось в северном и южном полушариях каждого крупного океанического бассейна, уточнил координатор Центра исследования коралловых рифов. Издание отмечает, что обесцвечивание кораллов может повлечь за собой их гибель в случае длительного или сильного теплового воздействия. Начиная с 1985-го года Организация по изучению коралловых рифов фиксирует уже четвёртый эпизод обесцвечивания. По оценкам организации, планета уже потеряла от 30 до 50% своих коралловых рифов. И без серьёзных изменений они могут полностью исчезнуть до конца нынешнего столетия. Обесцвечивание кораллов является серьёзной проблемой не только для водных экосистем, но и для людей, поскольку напрямую влияет на продовольственную безопасность и локальную экономику, и в частности, туризм. О чём нам говорит эта новость? Эта новость говорит о том, что климатические изменения являются реальностью. То есть это та самая иллюстрация климатического конкретного изменения, которая влечёт за собой такие последствия. Да, да, да. Значит, это связано, насколько тоже мне известно, опять же, я не биолог, но, насколько мне известно, это связано с тем, что такое есть явление осидификация океана, увеличение кислотности океана. Оно связано с тем, что чем у вас теплее океан, тем больше в нём СО2, углерода из атмосферы, может раствориться. И вот какие-то небольшие сдвиги концентрации, океан потеплел совсем немножко, углерода в нём из атмосферы растворилась ещё тоже совсем немножко, но эти небольшие повышения концентрации, они приводят к тому, что организмы, которые как люди, живут в самых классных местах и привыкли к каким-то определённым условиям, которые не меняются много лет, они стали травмироваться, они стали как-то обесвечиваться, что-то с ними происходит, и, насколько мне известно, ситуация с кораллами действительно такая прям серьёзная, трагическая. То есть мы действительно каким-то образом зависим от кораллов, получается? Ну, мы зависим в том плане, что кораллы создают какие-то области высокой продуктивности, но, так скажем, голодать... Это что такое область высокой продуктивности? Ну, и где много рыбы. Но есть и другие процессы, и другие места, где много рыбы, и даже гораздо больше, и, конечно, если вымрут все кораллы, гипотетически, я думаю, что кораллы тоже приспособятся к этому, то есть, как и все другие животные, они успевают, мне кажется, приспосабливаться к различным изменениям, посмотрим, как это будет с кораллами. Но, конечно, те места, где в основном человечество ловит рыбу, это не коралловые рифы, и это другие места. Это места, где у нас, так скажем, зона апвейлингов, это места, где глубинные воды поднимаются наверх, насыщают поверхность всё время полезными для роста планктона веществами, и это побережье Перу, перуанский апвейлинг, в Африке это намибийский апвейлинг, канарский апвейлинг. Ну, есть места суперпродуктивные, там ловится большая часть вообще морских морепродуктов и рыбы, и, конечно, это не кораллы. А кораллы, ну, просто мы их не увидим, или мы их увидим, а наши правнуки их не увидят, или увидят только в каких-то отдельно сохранившихся местах, это скорее вопрос к туризму, вот, чем для человека непосредственно, чем действительно к индустрии, там, ловле рыбы. То есть тревожиться пока не стоит, но обесцвечивается, и обесцвечивается, в принципе, процесс нормальный. Вы знаете, очень много всегда алармизма, надо как-то подходить к этому вопросу взвешенно. Вот мне кажется, что тревожиться стоит, но не сильно. Вот алармизм это вообще то, что отличает научно-популярные новости обычные, это кричащий заголовок, который говорит, что всё плохо, учёные говорят, что всё, держись, конец света близок. Учёным же надо тоже деньги зарабатывать на свои, ну, не себе лично, а на свои, значит, истории, чтобы преподать свою историю таким образом, что вот наше исследование очень важно, иначе там вообще без кораллов останетесь. Ну-ка, давайте-ка поддержите нас, наше исследование. Донатами, что называется. Ну, государственными как-то. Спасибо большое. Александр Асачев сегодня был у нас в гостях в подкасте «Научпост». Друзья, напомню вам, что мы продолжаем здесь разбираться с наукой. Сегодня вот, например, заглянули фактически во вселенную океана. Мне кажется, получилось. Если вы согласны с этим, то оставьте нам обратную связь. Мы ей всегда рады. А также предлагайте темы, которые вам хотелось бы услышать от наших экспертов в этой студии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok